Цимус, наверное, один из фаворитов этого сезона. Смотрите, вот сейчас немножко по камеру поворачивать. Здесь, конечно, немножко пробью, но дальше, вот дальше все висят грозди, 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 грозди. И причем все это на двух плоскостях. Нагрузка тут очень хорошая. При том, что в прошлом году он жировал, тем не менее, дальше уже ровник. Но вот еще вот это вот все беленькое, это все цимус. Такой красивый. Сейчас здесь тень, поэтому камера ягоду передает слегка зеленоватого по цвету. Ну а вот для понимания размеров, вот это такие средние скромные грозди. Вот это, смотрите, это все одна гроздь. Две грозди на побег. Вот одна, вот вторая. Ну вот здесь вот она. Чуть поскромнее грозди, зато вторая. Листик убрать мешает. Вот такая вот большевая. Вот еще листья массовые я убрала только сегодня. А так здесь листьями было так неплохо прикрыто. Ну а сейчас здесь солнышко светит, грозь более желтая. Вот смотрите, какая она по размерам. Вот там в тенечке вторая. Вот такой у нас шикарный в этом году цимус. Причем при такой нагрузке мощнейшая сила роста, толщины лозы. И даже сверху, где было место, я их укладывала в горизонт. По созреванию, по степени готовности. Смотрите, вот эти грозди, которые немножко поменьше, они полностью готовы. Те, которые оказались вот такие вот большие, в самом тенечке, вот здесь. Здесь нижняя ягодка. Ну чуть-чуть ей не хватает сахарку. Вкус есть. Вкус у цимуса очень нежный цитронный мускат. Вот здесь. То есть мускат есть, все есть. Ну такая она кажется, как разбавленная немножко. Вкус сверху, это будет уже полностью такой сладкий, вкусный, ароматный. Если мы берем грозди вот эту, вот эту, вот там дальше. Те, что по размеру чуть поменьше. Либо вот эти грозди, которые на солнце. Смотрите, я сейчас опять же разверну камеру. Там видим, где цимус заканчивается, там шпалера перпендикулярна. И, соответственно, самые крайние грозди, они вот от этой шпалеры притянены. Здесь же у нас солнышко. И вот эти вот огромные грозди уже полностью созрели. Сегодня у нас 30 августа. Еще раз показываю нагрузку. Отхожу подальше. Места у него много. Он на двух плоскостях. Вот такой шикарный урожай. Вот такой шикарный рост. Здесь шпалеры у нас высокие. Вот там они запущены по верхней проволоке горизонтально. Ну и лоза уже зреет достаточно неплохо. Цимус надо нагружать. Если его нагружать, у него будет нормально зреет лоза. А так он жирует, если ему нагрузки не хватает. Потому что сила роста у него очень большая. Вот если его не нагружать, то с вызреванием лозы могут быть проблемы. В то же время, я показываю это весной. Сейчас меньше видно. Вот это побег прошлого года, который мы оставили. И вот это вот. Вот за листом. Смотрите, вот это. Это пасынок прошлого года. С его первой почки у нас пошел зеленый побег, на котором мы видим. Раз. Гроздь. Гроздь. Ну, вторая поскромнее. То есть, его можно на короткую обрезку, если он жирует, его можно укладывать в жирующую лозу горизонтально. Вот смотрите, здесь то же самое. Вот это у нас был пасынок. Вот пошел побег. Ну, правда, здесь, да. Немножко поменьше. Две грозди. Там то же самое. Вот такой цимус. И так он приятно нас порадовал в этом сезоне. Прима Украины. Так, неплохо уже нами подщипанная. Вот здесь тоже ее грозди. И на второй плоскости. Вот это тоже она. Я, кстати, показывала, что она опылялась прям под колпачками. То есть, была у нее проблема с несбрасыванием колпачков. Но, смотрите, у нас есть ягода крупная. Хотя, конечно, у нее потенциал больше, может быть. Ну, и ягода достаточно мелкая. Впрочем, все знают, что прямой женский тип цветка. Ну, я бы не сказала, что все так плачевно. Вкус, срок, да, за это можно простить. Но нет у нее гроздей на килограммы более. Может, не всегда они и нужны. Вот, смотрите, так прямая Украина плилась в школке. Ничего, такие гроздочки могут быть. И это школка, где густо. Вот, тоже вот такие грозди. Тоже характерная для нее такая вот ягодка. Не совсем ровненькая. Немножко как тыковка. Ну, вот на солнце более румяненькая. Где-то в тенечке. Менее румяная. Уже давно ее можно кушать. В принципе, с начала августа можно было более мелкие желтые ягодки подъедать, что мы, собственно, и делали. Ну, а вот на 20 числа августа уже у нас все полностью готово. Можно полностью срезать всю гроздь. И с удовольствием все ягоды из грозди кушать. Ягода плотная, такая очень твердая, очень хрустящая. И интересный вкус. Это такой парфюмный цитронный мускат. Очень яркий, конечно, есть люди, которым не нравится слишком, да, он может быть ярким. Но есть те, кто прям, прям ему очень нравится, чтобы был такой вкус. И достаточно хорошо висит на кусте. В прошлом году мы ее держали долго. Вкус свой она не потеряла. Для некоторых форм характерна потеря вкуса. Нет, она свой вкус не потеряла. И шикарно сохранилась. Ну, нормально зреет лоза. По болезням у нее вопросов нет. По трескам у нее вопросов нет. Вот такая вот форма. Яркий, красивый. Вот такой. Я бы даже сказала огненный. Это пестрый у нас. Тоже кустик небольшой. Сколько тут? По две. У меня даже по три грозди на побег. Смотрите, ну, грозди небольшие, да. Грозди небольшие, но вот про пестрого говорят. А у пестрого плохая урожайность. Ну, смотрите, конечно, да, там ни по 2, ни по 3 килограмма грозди, но три грозди таких среднего размера, с мою ладошку, вполне нормально. Ягода тоже среднего размера, которую так приятно съесть за один раз. То есть, в общем-то, не все так плохо у пестрого. Красивый внешний вид. Ягода сладкая, сочная, с приятным легким мускатом. Ранние сроки созревания. Вот в прошлом году он вообще у нас одним из первых созрел. Ну, а в этом сезоне, вот на 24 августа, пестрый полностью готов. Глаза у него тоже довольно неплохо зреет. Видно, что процессы идут. Ну, по болезням претензий к нему нет.